Малыш! Слушай, как птички поют, да? Даже не скажешь, что конец света. Малыш! Прости меня, малыш, мне помню, о чём тебе говоришь? Малышики, малышик. Скажите, какой он замечательный? Вообще не люблю такую породу, но он у неё такой умный мальчик. Пришёл к ней. Сам нашёл свою хозяйку. Да, нашёл сам свою хозяйку. Сидел под дверью. И теперь уже живёт два года, Софа. Два года он с тобой живёт, Софа? Год. Год? Какой год? Год? А, я не пропала. У меня на втором... Вторая страница, последний пост. Читайте, смотрите, я веду второй аккаунт. Вот тут нельзя заполнять фотографиями. Поэтому... Так, сейчас мы тут настроим. Приветики. Приветики, девчонки. Как вы? Как вы все? Сейчас пока будет заходить народ. Не знаю, заработает ли когда-нибудь прямые эфиры? Или они у всех сломались уже? Надеюсь. Помахать. Я помахать вам? Помахать. Слушайте, активность поднялась несколько раз. Сторисы смотрят в три раза больше. Вот. Я представляю, что было бы на этой странице. Так половина людей не знает, что у меня второй аккаунт. И почему я не веду эту страницу? Потому что я веду вторую страницу. И каждый раз заходишь и смотришь, а люди не знают. У меня есть вторая страница. Посмотрите, пожалуйста, второй пост. Еще месяц я не могу постить на этой странице. Так как я очень жду, что я выйду из бана, в котором я сидела год. Вот. Ну, самое-самое, конечно же, со мной. Я думаю, что мы будем все-таки разговаривать на какие-то темы. Правильно ввести прямые эфиры? А то все время какие-то вопросы. Ну, либо будем выбирать из вопросов, которые вы будете задавать. Какую выбрать тему. Раньше я многим девочкам помогала советами. Помогала. Советы мне не только. Вот. На этой странице вообще-то разрывалась. У многих такие жизненные ситуации. Почему-то у всех связано с любовью, с отношениями и с мужьями. Так. Ура, ты здесь. Да, я-то здесь. Я здесь. Сейчас наберется народ. Очень. Лиза, ну ты же бомбочка. Ишь. Ишь. Конечно, бомбочка. Сейчас точно. Не поощрила. Ты обманщица и вружка. Я не обманщица, не вружка. Я буду блокировать таких. Мадам. Если вы не понимаете, какая сейчас ситуация, мне эти вещи, ну, не нужны. И другая девочка, другой девочки написали, что все будет, все вам отправят. Вещи были не у меня. Как я должна была отправлять их, интересно, мне знать. Если они были не у меня, сейчас моим менеджеру отправили их. И вы прикалываетесь, что ли? Я думаю, что там столько вещей осталось, они мне явно не нужны. Но я не буду отправлять своего менеджера на почту. Сейчас такая ситуация. А только неделю назад вернули вещи наши в коробках. В каком селе находишься? Я нахожусь в селе, город Топсе. Ну, хотя нет, по-моему, поселение. Мне не нравится, когда меня обзывают. Благодаря тебе. И осталось смотреть на жизнь по-другому. Это прекрасно. На жизнь вообще надо смотреть с приятным взглядом. Счастливым, точно. Лиза, что за укладка? Укладка, как всегда, на мой любимый фен Дайсон. Теперь я делаю укладку очень быстро. Первые две прятки. И остальные волосы я не сушила, не вообще, у меня полувлажная. Видите, две сделала, и уже красотка. Хочется быть на карантине красивой. Я так скажу, да, я соблюдаю карантин. Мы приехали к подруге, мне сестра даже привезла, проснулась ради меня, встала, чтобы меня отвезти. Потому что в такси, вероятнее всего, можно заболеть. Мне кажется, там все замкнутое пространство. И страшно, конечно, страшно. Так. Вареник не чешется. А что, должен чесаться? Спасибо, спасибо, спасибо. Я тоже вас крести... Давно вас я, кстати, не видела у нас. Лиза, привет из Анапа. Анапа, привет, мы рядом, да? К вам, наверное, тоже люди рванули, да? Как думаешь, надолго... Вот давайте не будем. Мы столько дней обсуждали как раз-таки коронавирус. Я сегодня подумала про этот вирус. Слушайте, я все-таки верю в судьбу и верю, что все не случайно. Поэтому, например, если мне суждено им заболеть, я не знаю, какой будет исход от него. Ну, это моя судьба, и я ее принимаю. Поэтому сидеть, переживать и париться, но это глупо. Все в этой жизни может быть. Могла начаться и война, конечно, все это страшно, но... Чего бояться? Пока еще ничего не произошло, чего бояться? Украина, Киев. Обожаю Украину. Обожаю. Да, все, что происходит сейчас в мире, это не просто так. Это понятно любому человеку. Ну, конечно, нет, я зря сказала. Привет-привет. Какая длина ресницы? У меня ресницы от 7, по-моему, до 14. Покажи, пожалуйста, помаду. Сейчас у меня две помады. Как видите, она темнее, чем эта. Мне сверху я нанесла. И карандашик такой. Ты волнуешься? Нет, я не знаю, почему должна волноваться, из-за чего или за кого. У тебя все хорошо. Ой, слушайте, а почему я не поняла вопроса? Да. Оттенок, скажи, пожалуйста, здесь не написано. Я уже показывала сто раз, что я здесь не понимаю. Ничего. Да и где вы сейчас купите ее? Ну, я фотографировала, по-моему, даже. Смотрите, сегодня фиолетовым шампунем помыла волосы и ногтям. Почему комменты не видно где? Мне 31. Или менять полностью? Я буду снимать полностью ногти, потому что я думаю, что как раз-таки все затянется на... Долго, честно скажу. Я думаю, я сниму... Я просто не хочу снимать ногти. Ну, давайте вот, девочки, посоветуйте мне. Элементарные правила, остальное как бог. Да, согласна. Как вы считаете? Я считаю, что мистера, говорит, лучше снять полностью, потому что если сидеть дома месяц-два-три, ну, лучше уж со своими пускай отдохнут. А у меня концепт шампунем. Спасибо, спасибо. Куда попала лифтисторис? Девочки, у меня второй аккаунт. Я не веду этот аккаунт уже два месяца. У меня есть другой аккаунт, на котором я сижу. Этот аккаунт... Вы же помните, что меня постоянно блокировали? Поэтому, чтобы вылезти из вечного блока, мне нельзя постить ни фотографии, ничего. Я даже не знаю, что в эфире нельзя было выходить. Ну, не думаю. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на вторую страничку. Сейчас все там. Почему комнаты не видно, я не понимаю. Все равно дома сиди. Надо снять. Возможно, что через суд нельзя брать ребенка на выходные. Просто я живу в Америке, и тут было бы скандал за это. Кто-то сказал, что нельзя. Все прекрасно можно. Просто ребенок может сказать, я не хочу, и тогда что вы будете делать? И кто-то вам не даст его насильно. А вот есть какие-нибудь лайки вообще с собой, что у меня дома? Птички, слышите? У нас очень круто. Что делать на душе одиноко? Вы было не одиноко? Вы сами себе придумали, что вам на душе одиноко. А что сидим там, а не здесь? А ты можешь мне кофе сделать? Без сахара, да? Без сахара? Только если ты не нагадаешь принца. Я тебе не гадаю. Привет, привет. Сейчас сижу, смотрю тебя, комментов нет. Я все вижу, я не понимаю, как такое может быть. А ты сейчас в Москве? Нет. А ты где сейчас? Я в Топсе. Часто мойте голову с нарученными волосами. Можно быть каждый день, конечно. Но я не мою каждый день. Лиза, приветик. Приветик, приветики, девчонки. Я не сериал еще не начала смотреть. Я сегодня убиралась. И в этот момент, потому что ко мне прилетают на третий этаж вонючки. Я убирала вонючек. Я вам покажу, как они летают. Они летают, они прыгают на меня даже. В доме у нас. Вот, потому что мы живем прямо рядом с лесом. И на моем этаже больше всех. И мне прям плохо было. Ну, тихонечко. И теперь даже никого не вызовешь убираться. У нас до этого убиралась уборщица, но сейчас все убирают сами. Как там в Топсе? Люди сидят на карантине. У нас очень ответственный народ. Молодцы. Что за вонючки? Такие жуки вонючки. Клопы. Они ужасные. Оهم, они летают прям мне на голову. А когда ты вот лежишь, маленькая вся, и такая живи тебе на плечо. Можно что-нибудь сделать, чтобы не было этих вонючек? Что ужинать будешь? Не знаю еще. Оф, ты что там приготовила? Вот вы с тобой эфиры, что дочка подходит, смотрит телефон, говорит, привет, тет Лиза. Привет, так приятно. Очень хорошо, прическа классная, как из салона. Всего две пряди накрутила, бомба, прям на мокрый волос. А, я купила какую-то... Здесь уходовой косметики не так много, поэтому здесь есть магнит-косметик. Кто из маленьких городов поймет, что это? Я не знаю, есть в Москве магнит-косметик или нет. Вот, я купила какую-то штучку, она, типа, защищает, и на нее делаешь укладку. Я покажу вам спрей, прикольный, кстати, держится, видите? Ну, нет, у меня укладка в эту сторону, но не могу убрать. Да, отлично, вы знаете, я горжусь, горжусь своим городом, что здесь люди все-таки отнеслись к этому серьезно. Мы сейчас ехали на машине, да, машины какие-то выезжают, конечно же, там ездят. Я думаю, что многие помогают своим старикам. Я рада, что я здесь сейчас, мы можем помочь своим бабушкам, дедушкам. Потому что я вчера сголосовала дедушка, он говорит, а кто может пойти и принести мне продукты, если не я сам, понимаете? Поэтому, если у вас есть соседи, взрослые, старички, то помогите им. Что, в другую сторону, где крутилось? Слава богу, я не улетела, потому что такое положение, когда лучше быть в своей стране, со своими людьми. Как называется, предлево-сампортидом посмотреть, честно, я не запомнила. Я вчера купила и все, попробовать что-то, мне нужна была защитка. В итоге он голову уже поднял, я ему обращаюсь, я говорю, мужчина, а он такой, а, давай игроки, я не слышу. Какую сторону? А, я думала, в страну, что я собиралась летать, сын, а увидела, что он сейчас говорит, тетя красивая. Это так приятно. Тетя красивая, но тетя будет еще красивее после карантина. Все, я теперь правильно питаюсь, видите, стою утречком, я завтракала сегодня на улице. Птички поэта классно. Ем меньше, сладкое только утром. Ой, моя хорошая, вы что, не знаете? У меня последний пост, и там указан мой аккаунт, приэнда Фелиде Елизаветы. Мы ждем, потому что даже если меня вводить, вот когда мне не могли найти другие, много фейков, понимаете? И многие мои подписчики писали, что моя настоящая страница, вот эта страница, прикиньте, не выдает, что есть вообще такой человек, как я, приэнда Фелиде Лиза. Из-за этих жалоб меня просто не существует. Покажите спреи, я не знаю, сколько стоит, я не смотрю. Анастасия. Могу только сказать. А что он делает с русскими, прямые эфиры? Обожаю Джаред Лето. А, нет, не с русскими, Джаред Лето. Вам нравится Джаред Лето? Лиз, скажи, на что ты делаешь укладку? На Дайсон, фен Дайсон, у меня Дайсон. Очень классный фен. У нас в стране пипец, с карантинкой в дайске час все закрыто. Что за жалобы на мои фотографии? У меня смотрю на свою страницу, блин, она вообще, раньше вообще была в топах. И сейчас и комментов много, и у меня самый лучший. Я год сидела в блоке, и у меня аккаунт получше, чем у миллионников в год. Вы самый лучший, меня так поддерживаете, просто. Я вас обожаю. Так. О, да. О, да. Дома будешь тренироваться. Я уже начала. Да, мы тоже купили коврики, купили тяжелители. Дома, как раньше. Там уже ногой, поняла, ты как лаком. Как погода сейчас у нас? Пасмурно. Пасмурно. А днем такая тоже, поняла. Я не буду выходить с тобой в эфир, потому что я с тобой никогда не выходила в эфир, что это вдруг я должна выходить в эфир? Как выдержите себя в форме? Зачем волосы кушаешь? Ну, просто мне есть нечего. Карантин. Ем волосы. Да, с Явлево это шприком и было в этих. Хотим локоны, как у тебя. Покажу, когда буду дома. Лист, если бы сейчас, если у меня был молодой человек, я бы, наверное, карантин проводила с ним. Это логично, да? Вот. Слушайте, я вообще-то первая, кто на Доме-2 начала общаться с подписчиками, прямой эфир проводить. Вот. И потом всем говорила, ну, попробуйте, это прикольно, типа, с людьми общаться, друг друга видеть. Вот. И тогда постоянно я общалась раньше. Чувствую, скоро маска будет мало. Я тоже, кстати, поправилась сильно, поэтому надеюсь, что скоро похудею. Сколько вы уже без отношений? Не могу ответить вам на этот вопрос. Я могу вам солгать, как Ольга Бузова, и сказать, что все время после развода я без отношений, но это будет неправда. У меня, конечно же, были отношения. Вот. И просто так я пропадала, в принципе. Хочется рассмотреть худи, в котором ты сейчас. Худи. Худи. Это как раз, которые отшивали, моя сестра дизайнер, как я вам говорила. Ой, блин, малыш, прости, я. Ты зачем не убила обслабление? Ну, слушай, малыш, шеш. Чем мой улыбок, как тебе иди улыбок. Оф, на какую тему поговорим? Я, конечно, сталкиваю, может, поговорим. Слушай, ну, так сейчас рано мало времени, просто мы обсудить могли маленькие питьки. За ногтями, как раз, я думаю, к тебе приходят и обсуждают эти разговорчики, да? Оф, я думаю, снять их вообще нафиг, да? И как я буду без ногтей? Чего ты жаловаться? Нет. Три месяца. Мне надо будет. Ну, таким, чтобы... Ну, чтобы такие, что за три месяца снять растушку, я могу открыть их. Открыть, если что. Оф, а тебе привет. Я думаю, что у вас мысли. Оф, кто это там интересный, кто это питает? Что? Говорю, кто это интересный, мне привет передают. Кто это привет передает? Один человек, я популярна, блядь. Пилять. Черт побери. Пошли отбить его, да? Это хлорка все, по-моему? Блядь, я хлоркой мусь, у меня уже хлорка в носу стоит просто. Почему три месяца? Ну, потому что я думаю, что минимум два месяца будет карантин. Хотя мне вчера писали мои подписчики, что вакцину уже изготовили, Лиза. Думаю, уже все раз, какие три месяца. Оф, господи, ну, господи, ну, не неделю точно. Меня тоже зовут Оф, подумал, ко мне обращаясь. Да, некий друг говорил, мол, что в Китае творится, это неправда. Поэтому все, все покупают. Потому что мой друг был не в том городе, где это все происходило, конечно же. Это то же самое, что сейчас в России, в некоторых городах, даже эта зараза еще не пришла. Они сидят и говорят, все это херня, и к нам не придет. Подставочку? Ну, как-то это без блога. Офу. Как мне поставить? А, вот так. Я снимаю прямую эфир. Для трех словечек. А что, по-другому обмазки? Ну, она делает маникюр, я думаю, это правильно. Я губы не спела до колодок, девочки. Я думаю, ты сейчас меньше всего волнует. Где так не видно? Так мне не видно. Так мне видно мой двойный подбородок. Не делать. Давайте на какую-нибудь тему поговорим. Раньше у нас такие были вопросы, девчонки были с проблемами. Слушай, вообще... Проблемы, да. А, вообще проблемы исчезли с коронавирусом сразу резко, да? Ваши серьезные отношения и сколько их было? Самые серьезные отношения, я считаю, у меня были? Все были серьезные. Ну, трое, да? Все двое были серьезные. Трое? Больше не было. А есть отношения, которые у меня длятся, там, например, с... С чем? Час. Час, это хорошо. Дождь, не пять, не пять секунд. Вот. Час. Отношение час, это как? Как вы относитесь к отношениям на час? Как вы относитесь к отношениям на час? О, можно подвинуть чуть-чуть? Да, можно отрино убрать. Вот тут отрино, чем у меня на подбородок. Ой, боже мой. Когда не спрашивают, где живет, да, мой бывший муж, мои ногти длинные, господи. Пожалуйста. Дай дело, конечно. Ну, я же плачу, все-таки я их отращивала долго. О, я чувствую чудовищем просто. Господи, пожалуйста, я понимаю, что люди разделитесь на два лагеря, которые не верят. Ходите, гуляйте по улицам, заболеете. Заболеваете, заражаете других. Это ваше дело. Понятно, что таким людям, как вы, ничего не вдолбите. Просто если вы не думаете себе, подумайте вообще о людях вокруг. И даже если вы не верите, что это может оказаться все-таки правдой, да. Наверное, смерти других людей в Италии вам вообще никак, да, ни о чем не говорят. Никак. Ногти только покрыты. Да, это были мои ногти. Любила кого-то или это все было временно? Вы хотите поговорить со мной о любви? Мы уже говорили один на эфир о любви. Я еще не любила, я еще не встретила свою любовь. Любовь это серьезное чувство, это очень-очень серьезно. А я была несерьезной девушкой. Но отношения строить могла и умела. Причем в 14 лет. Люди, странные гости нашей планеты, да. Вот она, пришла. Смотрите, я без ногтей теперь. Пускай все гуляют, вы не гуляйте, это правильное дело. Но сейчас я поддержу людей, которые сидят на карантине, но их близких выходят на работу. К сожалению, таких много. Да, сейчас мой друг звонил, он все равно работает. Он работает где, на железной дороге, да? Да. На железной дороге. И получается, эти близкие приходят домой, и этот карантин особо уже не важен. Потому что, что они сидят дома, что они не сидят дома, потому что этот человек контактирует с другими людьми. Вы понимаете? Это тоже очень странно. Как же Леша, не любила его? Нет, я не любила его. Я никого не любила. Я вообще не знаю, что такое любовь. Я люблю свою семью. Своего ребенка. Слава пишет. Это Слава сзади? Это Слава. Ты больше меня видела, а я тебя не видела. Я не видела, эта девушка пишет. Я думала, какая-то тетка сидит, а это Слава. Тетя Слава. Очень я любила. Синя, такая серьезная, пусть и лыбнется Слава. Я с людьми. И с открытыми глазами. Я куплюсь сетная со своем. Славка. Я очень себе на человека. Ребята, для всех любовь разная. Кому-то кажется, что мы там 16-17 лет, это была безумная первая любовь. Но сейчас мне смешно. На тот момент, когда я встречалась с человеком, понятное дело, мне казалось, что я его люблю. Давайте не обо мне. Она еще так зевала. Банки тоже работают. Даже спалили, что ты зевала как-то. Да, ты просто, я видимо отодвинулась как-то. Мы с сыном сидим дома. Получается, вы сидите дома, ваш муж приходит, он может вас заразить. Поэтому это очень, 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 конечно, все не очень. У нас тоже дома получается. Если мы будем сидеть, все равно к нам приходит человек, который работает. И что делать? Ты решила спрятаться? Не хватает Славы ее советов мудрых. Так вы ничего не спрашивайте, чтобы Слава вам давала совет мудрый. Какие красивые зубы. Ну это, слушай, моя золотая. Что, что сегодня в эфире никто не говорит? Да, тоже. Были, блин. До вчерашнего дня. Слава, посоветую книги по вашей рекомендации. Читала «Тысяча сияющих сон». Я сейчас собираюсь читать этот год. Я не отбиливала зубы уже лет 6-7. Что пьешь? Я пью кофе. Короче, там вообще про ферму. Оку пью кофе. Но оно все проведено параллельно про людей, про стаду. Ты хотела венеры. Я бы не сказала, что хотела венеры, но да, я ходила, мне должно припоставить их. Я передумала, мне нравятся мои зубы. Потому что я сломала вчера ноготь и приехала подружка, чтобы она их сняла. Мы сидим дома, мы никуда не уходим. Поэтому маэстро меня возит, я езжу на такси. Все очень предельно. Так, я с мамой не живу, но она работает в продуктовом магазине и очень волнуются у нее. О, да. Можешь посверлить вас быстрее, потом поговори. Спасибо. Мы книги отпускаем. Айфак называется. Айфак? Таким факом на облако. Мужчина больше, чем сочувающий вопрос. Я была в полную облако. Блин, давайте о чем-нибудь о... Сколько раз можно отбеливать зубы, смотреть, чем отбеливать. Если вы будете отбеливать зубом, то часто не надо. Зубом я отбеливала один раз, а потом поддерживала капами. Какой сериал ты посмотришь, психологиня, самый крутой сериал из всех. Для меня это такой интересный и веселый. Поддержанки прикольные, но что-то этот конец мне не понравился. Потом какие были классные патенты? Классные были сериалы. И бывшие, но первые три серии мне вообще не понравилось. У меня нет любимого фильма, потому что много фильмов, которые я люблю. Ты Тайны истины начни смотреть, если я советовала. Тайны истины это сериал? Я тебе написала в окошечке, между прочим, участвую в своем опроснике. Слушай, в опроснике мои мне столько девчонки сериала посоветовали, я все это выложу. Из-за обычной красотки сегодня я не очень. Правда, я думала наоборот, я сегодня прям даже очень. Я старалась. Тайны истины понравятся по-любому. Нет, не смотрела. Я всего за три года посмотрела... Подождите, я была на проекте год. За четыре года я посмотрела всего три сериала. Три сериала и несколько фильмов. Я не смотрю телевизор. Теперь у меня есть время пожить как раньше, ничего не делать. Смотреть телевизор, заниматься спортом. Читать. Я как слипаков с телефоном разговаривала. Господи, да что ты знаешь, хорошее, прям не могут пережить, что я сегодня некрасиво. Потому что она некрасивая. Я не могу так не... Данцова? А сколько? Не слушай, покажи, ноготочки. Она убирает ноготочки. Девчонки. Девчонки был сериал, помните то, что прикольный? Да по ТНТ. А я не помню, я спортом парень. Но у нее карманный парень еще был. Карманный парень, помните? Давайте поговорим о карманных парнях. По-любому у каждой девчонки в жизни был карманный парень. Лицевой? А? Карманный парень. Ты помнишь, девчонки? А потом замуж она вышла за карманом парня. Не помнишь? Ну ладно. Тогда не интересно. Два. Ну я поэтому, да, вспомнила. Ну я же не должна быть для всех красивая. Ну, главное, себе нравится. Колл-центр, Лиза, это сериал, он нереальный. Отечно, большой губой, привет, наливай. Есть такое. Потому что мне кажется, очень глупо с вашей стороны. Сколько я уже с Мэри не общаюсь? Месяца три? Четыре даже. Месяца четыре или пять. А уже пойдет полгода, а вы все спрашиваете, почему не общаемся с Мэри. Ну вы серьезно? Вот вам люди, мы полгода не отвечали, а тут настанет день, и я скажу, ведь коронавирус настал, и я решила вам сказать. Мы просто не общаемся. Просто так бывает. Были уплотнения? Нет. Да, Леля, героин, звание. Когда два кармана парня лучше, Лиза, у тебя только низковые зубы или вверх? Нет, только низ. Вверх у меня не круглой. Не знаю, что-то как-то это. Ты неотразимо, как всегда. Говорила же, что будешь развиваться, поэтому нифига полезного не делаешь на карантине. Какая-то опять создалась фейковая страничка. Откуда вы знаете вообще, что я делаю на карантине? Вы со мной находитесь на карантине? Если бы ты даже тогда не сказала вам, что я занимаюсь английским, вы даже об этом не знали, потому что я не выкладывала, что я занимаюсь английским. Я не знаю вообще понятия, что я колола, потому что мне кололи там в последний раз 0,2 милии, вообще очень мало. Лиз, у тебя обычно ступит лицо. От каких продуктов у меня сильно ступит лицо? от шоколадок. От молочного шоколада и особенно киндеры. Все, это прям жесть. Киндеры. Девчонки, сейчас страшно не делать грудь, сейчас страшно просто не заболеть коронавирусом. Вы говорите, что никогда не любили. Это я сейчас понимаю, что это была не любовь. Для меня представление люби совсем другое. На тот момент это была детская любовь, любленность. Я не знаю, как это назвать. Но вы что думаете, что 14-15 лет это любовь, но для меня любовь это другое. Конечно, могу вам говорить, что я безумно любила, безумно любила. Потому что на тот момент мне казалось, что я безумно люблю. Как я страдала, вон, маэстро, видела, переживала. Но сейчас-то, оглянувшись, я могу сказать, что это, ну, гормоны, не знаю. Творческая личность. Мне нужно было пострадать. Вот. Я считаю, что любовь, она, она всю жизнь. Несмотря ни на что. Даже если люди не вместе, они любят друг друга. У них есть связь. Да, сказала маэстро. Рома, они любили себя. Я не буду говорить это именно. Все такие вспомнили. Я еще не встретила этого человека. Мой мужчина должен быть особенным. Может быть, я его никогда и не встречу. Того особенного. Вот я же думаю, кому интересен вопрос. Кай, помирала, интересно, что я там делала. А! Ты зачем-то так мне больно делаешь. Ой, все. Ой, все. Да она на месте передержала просто. Останной сейчас-то, разучаствую, бывшую любовь. Не поняла. Чего вы? Я не поняла тебя. Правильного питания. Нет. Ну, пытаюсь получше кушать, чем, блин. Нет, да я ее не делала. У меня вообще ничего не получилось. Вообще, я не хочу даже разговаривать про это. Что я теперь даже скинуть не могу. После этой операции. Слава, рост 175. Карантин проходит. Понимаешь, что это не любовь была. Ну, так я не знаю. Что это было. Мы, может быть, никогда тогда не встретим любовь и не поймем, была ли это любовь или не была любовь. Потому что психологию не теряют влюбленных в любовь и страсть. Да, 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 да. Ну, обычно просто, да, отношения, да, но обычно отношения начинаются со страсти. Особенно эмоциональных людей. Нужно бороться с эмоциями. Как Чараванин говорит, все гонятся за эмоциями. Я не согласна. Нужно сдерживать. По мне, лучше, пускай, будут отношения такими, ну, без вот этих выяснений, без всего, чем эмоциональные. Я, зато я буду течь с него, а потом думать, где он, с кем он, плакать, сраться. Ой, нет, такого не хочу. Это все в детстве было, это так было весело. Качели, качели никому не нужны. Это все уже мы прошли. Это было прикольно в возрасте до 30. Теперь хочется другого. Хочется спокойствия, хочется, чтобы мужчина... Мужчина о тебе заботился, в первую очередь, чтобы мужчина просто... Вот сейчас парни даже не спрашивают, как твои дела. Вот сейчас долбанный коронавирус, просто спросить, как ты, что ты, правильно? Всех хотят, чтобы все бабы сами крутились. Ну, там такие не подходят. Ну, такие не подходят. Так, Лиза, будьте, не панируйте. Хоть не знаю вас лично. Спасибо большое. Поэтому... Поэтому мы, женщины, выживаем сами. Поэтому мы покупаем себе много вибраторов. Потом они говорят, что у тебя репроматор есть? Серьезно, блядь? Конечно, у меня, может, мужика нет. Или почему-то они думают, что... Ну, а что, типа, просто для здоровья не заниматься сексом со мной? Схуяли. Вот мне всегда хочется спросить, почему. Когда говоришь, я не хочу там строить с тобой отношения. Может, просто будем встречаться для секса? Зачем мне это надо? У меня дома мои разные есть. Они потрясающе со мной справляются, при этом молчат. А зачем мне парень, который мне не особо-то нужен? Который ничего не делает. Если ты сама можешь все для себя сделать, зачем тебе такой парень? Подружка зачем тебе нужна? Я с подружками больше дела не имею. Ой. Так им можно и лесбиянкой стать. Мне кажется, девушка для девушки это будет больше дела, чем нынешние мужчины. Но настоящих мужчин нужно девочке в жопу заловать. Причем не в переносном смысле. Именно эту тему я вчера с подружками обсуждала. Что это странное дело? Бля-бля. Самые долгие отношения длились в семь лет. В семь лет. В семь лет. Я-я-я-я есть немножко во мне ебанулся. Да, сейчас. Леночка, здравствуйте. Так, вы опять поменяли аватарку, нет? Как относитесь к людям? Отношусь ко всем хорошо. Главное, чтобы человек был хороший. Остальное все не важно. Вот. С кем он спит, меня не волнует. От мужчины или от вибратора? Ну, это смотря, с какой мужчина. Вы так сказали. Это то же самое, что с каким мужчиной, ну, у вас с мужчинами со всеми одинаковый оргазм. Есть мужчины, с которыми ты его не получаешь. Поэтому, как бы, твой друг, а твой друг тебе всегда доставит его. Есть люди, по которым ты скучаешь. Есть люди, по которым я скучаю. Это, конечно, мои друзья, когда мы не вместе, я по ним скучаю. Ну, по родителям скучаю. Не часто могу сказать, что я по ним скучаю. Ну, скучаю. С кем сейчас близко общаешься? Кому считаешь близко подруга? Вот это, когда мне спрашивают про близкую подругу, типа, это одна должна быть подруга, да, Хлак? Не знаю. А близкий друг считаешь? Да, всегда совпадает, с кем часто общаешься и близко подруга. Да, просто я считаю, что я записала пост, что близкие друзья, это вот мои друзья, которые со мной столько лет, столько зим. Кого из блогеров смотрите? Ну, на кого подписаны, на кого я смотрю? Лиза, не стыдно говорить про вибратор. Почему должно быть стыдно говорить про вибратор? Вам не стыдно заходить в секс-шоп или что? Я не понимаю, что в этом такого. Я хочу посоветовать вам, девочки, чтобы вы запаслись вибраторами, потому что что? Может быть, мы дома будем сидеть 3 месяца. Вот я на 30 лет не знала, что это такое, и очень-очень-очень жалею. Спасибо моей сестре, она меня спасла. Ну-то слабый. Сходите обязательно, вам понравится. Я могу вам сказать самое топовое. Тут выходит она. То есть, послание не только меня не будет называть, кому это еще. Сходите, сходите, сходите. Я салютую вам купить вибратор. Не стоять. Я не буду с вами обсуждать, с какими мужчинами у меня что было. Это же уже вообще, это слишком. О нем говорите, если их в открытую продают, и везде-везде и куча. Вообще, почему мою страницу блокируют, если у меня аккаунт вообще приличный? Теперь я даже не могу даже фотку свою с попкой выложить. Видели вот это, где я сижу? Такая красивая фотография. Ну, я не могу, я уже боюсь. Владос Мироз. Ой, да, Владос Мироз смешной, но я же не смотрю его. Но одно время мы прям с Мэрию горали над ним, и мы под него прям кайфовали. Владос Мироз, он очень веселый. Славусик, тебе приветик. Спасибо. Дай совет, совет. Не тратьте время на мудаков. На пиздоболов. Совет не слушать. Учеб советов уже как кайф. Да. Я выбираю. Жить в кайф. Ты ебанутая. Ты еще раз напиши мне, что я ебанутая. Ты очень приличная. Да. Особенно сейчас. Нет, ну вообще, я приличный человек. Я бы не хотела, конечно, иногда, чтобы мой будущий парень там посмотрел на все. Ну, хотя нет. Он должен воспринимать меня так, как я и есть. Так все люди живут для себя. Добавь в блог этот. Такая классная. Та-да-да. Кого вы слушаете из артистов? Я слушаю все, что слушается. Хорошую музыку. Иногда артисты выпускают охренительные треки, иногда у них бывает дерьмецо. Поэтому все, что классно... Застрахуй, братуху. Застрахуй, братуху, застрахуй, хуй, хуй, застрахуй. Я говорю про хуй, потому что у меня его нет. Это вот тогда вот... Это, видите, Слабковская даже. Видите, я выкладывал. Человек говорит о том, что ему не хватает. Я не раз... То, что я... Кем я была до 30 лет тогда, я не такая сейчас, поэтому обсуждать это даже не хочется. В моей жизни было все. И я могу сказать, что это не очень круто. И... Конечно, я бы ничего не изменила, потому что я очень довольна той Лизой, которую сейчас я вижу. Ну, иногда, конечно, у меня бывает промахи. Мой магазин не может работать, так как я пользуюсь вторым аккаунтом, чтобы меня не теряли вы, потому что за 3 месяца мне не хотелось бы растерять вообще всю аудиторию, потому что, видите, какая большая отписка из того, что ты ничего не выкладываешь. Рэп слушаешь? Да, я люблю рэп. Я люблю рэп, я люблю наркоманский рэп. Кто слушал «Калибри и Депо»? И нанюхался анфетамина. Восхитительно. Брависсимо. Мне нравится. Браво. Но это потому что воспоминания, понимаете? Мы всегда тянемся за воспоминаниями с нашего подросткового возраста, с детства. Нам это нравится. Мы вспоминаем... Почему мы слышим песни старые? Потому что мы вспоминаем и на те моменты, мы были настолько свободны, настолько счастливы. Моя долина, я тоже, блин. А я-то сегодня в белом танце кружимся. А мы где-то на хате обхерачились водярой. Засемся там с кем-нибудь. Вот это я помню. Вот это были времена. Сейчас водку не пью, зато в школе пила. Все лютые были времена. Перекрашиваться не будешь. Зачем не перекрашиваться? У меня отличный мастер. Посмотрите, какой она мне сделала цвет. Мне очень нравится. Это просто благородные русы. Сейчас мы будем убирать вот эту полоску. Ой, блин, у меня была мокрая голова. Нет. Наоборот, мне нравится. Ты что? Все, одна шибочка вышла. Мне показалось, что... Обучилась. Мне показалось. Лизавета, привет, привет. Лиза пишет гадости. Ой, ну, слушайте, я считаю, что сегодня вы на нее не обращаете внимания, или обращайте внимания, пускай мы сделаем на хорошее настроение. Ку-кушка, ку-кушка, ку-кушка. Так называли все тебя, но ты плевала. Ой, слушайте, зачем вы оскорбляете? Вот представляете, вот вы сегодня у меня оскорбляете, а вот вот завтра конец света. Ну, нехорошо это. Я думаю, что сейчас... Сейчас самое время... Не следи, да, не следи. Флирт на стороне, это нормально, когда ты в браке? Я считаю, флирт допустим всегда. Да. Верничай-то собственность. Флиртовать в этом ничего такого нет. Кто-то получает эмоции от того, что он просто кому-то нравится, симпатично. Я человек, я флиртую даже с вами, потому что я вот такая. Я люблю со всеми прям быть милашкой, смеяться, сюси-пуси. И с девочками, и с мальчиками. Я люблю уж, когда меня любят. Это нормально. Ничего такого нет. Но если мой мужчина будет при мне флиртовать, то он получит полбуку отозрать. Я его убью, блядь. Ну, понятно, что... Одно дело мило общаться, а другое дело прям флирт. Если вы общаетесь с человеком, он так со всеми общается, то это нормально. До шоу, до шоу, я тоже так считаю. Я и так на карантине. На карантине. А как тебе идет черный? Я блондинка, мне идет черный. Это нормально. Когда замужем, не общаешься год уже с другим мужчинам. Его получаешь заряд эмоции. Нормально. И когда замужем, но общаешься год уже с другим мужчиной. Нет, это не нормально. Зачем вы тогда замужем за другим мужчиной? Вы разводитесь, если вы получаете кайфути. Либо кайфути от того, что сейчас имеете. Просто иногда есть такие женщины, которые потом разводятся, и они уже не кайфуют и с тем мужчиной. Им нравится вообще то, что у них есть муж и еще кто-то. и они так самоутверждаются. А когда разведутся, потом говорят своему тому, что мне скучно стало, нужен еще один. Такие тоже есть. Ты очень, очень, очень. Спасибо. Нравится смотреть. Спасибо. Я не успела прочитать. Вы еще не забывайте. Лиза, наливай. Не, не могу налить. Извините, я пью кофе. Это была группа, да? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Блин, помните, на 9 еще такая, эти первые клипы были? Листья желтые над городом кружатся. Я не помню. Ой, тогда перепели песню этого Рунса по-моему, со своим челом. Челоманом со своим членом. Ты ногти делаешь? Да, я спиливаю ногти свои длинные, мне приходится их убирать. Мы бы с Ваней были бы прекрасной парой, если бы я была не Лизой, а Ваня была не Ваней. Лещенко, который подробно в страну. Блин, вот Лещенко, конечно, дал жару, ничего не скажешь. Мы даже с Вендеевичем обсуждали, что, знаете, кто там говорил, что богачи сейчас прячутся, а не прячутся, потому что именно вылетали в Куршавы и больше заболеет как раз-таки таких людей. Слава Соловушка поет. Слава, ты Соловушка, у тебя голос, как у Соловушки. Я классно пою. Ну, хватит меня подъемывать. Караоке Охы, да, как назвал. Караоке Охы. Главное, чтобы он стал не последним. Да, господи. Ну что, теперь каждый выход это все. Это как это, остаться в живых. А я же говорила, что это было сейчас. Слава, так это накатався. Слава, так это накатався. Я же недавно говорила, что я хочу на последнем гену, пожалуйста. Бой все свои чувства. Как я-то слышу, Ольги и Броньки относятся все хорошо, я думаю. Уважают все ее. Она расцвела. Вот что женщина влюбляется. Расцвела и прекрасно выглядит. Они очень красивая пара. Моя подруга не берет у меня денег за маникюр. Она добровольно делает в тот момент, когда могла отдыхать сейчас. Волонтерша. За еду и за еду. Или с волонтером здесь все-таки. С волонтерша. Я-то не похудела, я буду худеть с вами вместе. Блин. Жалко, что у меня интернет не ловит. Я так страдаю. Худеть с вами вместе будет когда-нибудь похудеть. Поэтому будем с вами вместе все время есть, как и раньше. В эфира. Да, я думаю, что завтра... Давайте... Слушайте, у меня просто так много тем, девчонок писали, что у них за какие проблемы. И про мужиков. И про их страхи. И что неуверенность. Ну, про мужиков самое интересное, конечно, пообсуждать. Мужиков, это всегда самое интересное. С чем занимаются девчонки обычно, когда они остаются в женской компании? Хотя мы не в женской компании обсуждаем мужиков. Жених должен хоть раз в день набрать, если писать, он пишет хоть и не весь день. Я не знаю, ребята, это зависит от того, сколько вы встречаетесь, какой у вас возраст. Вообще, кто какой человек. Нельзя же всех под одно. Это вообще очень какой-то парад. Ну что, вы вообще разговариваете со своим парнем? Вообще, нужно уметь разговаривать. Я, например, иногда не разговариваю. Мои сестра мне говорят, что я не разговариваю. Он должен мне звонить. Мне не нравится, что ты тут такой пишешь. Он должен это знать. Есть люди, которые вообще, кстати, не любят звонить. Да. Я не люблю звонить. А я не люблю разговаривать. Я тоже не люблю переписывать. Вот мне лень переписываться. Да, я проще попиздеть. Это просто странно. Когда задают вопросы другим подругам. А как ты думаешь? А у него спросить и нет. А потом накручка, а потом накручка. А как дать ему бедному человеку? А он даже не подозревает, что... Почему мне не идут вопросы? Наверное, набегается просто цунами, блядь, апокалипсис. А ведь если ей показалось и подруга подтвердила... Ты похож на своего дедушку немного. Но это было замечательно, потому что мой дедушка очень похож на моим папой. Это было бы странно, если бы я не была на нас совсем похожа. Ты же девочка-война. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ижа, что сестра отрёт? Это же Офа делает ногти. Не думаешь, что ты что-то трёшь? Я всегда что-то трю. Сколько можно задавать эти вопросы согласно. Марго, вы молодец. Молодец. Славка-терка. Молодец. Поддержала меня. Слушайте, скажите, пожалуйста, ребят. Нет, всё-таки мы с вами будем эту тему выбирать для обсуждения. девки разогнать вас, нарушительницы режима. Я не знаю, кто тут нарушительница режима. Видимо, вы. А мы нет. Один раз навсегда и не будут задавать. Ты же такая умная, я прям смотрю. Тут, конечно, вопросы не задают каждый день одни и те же, на которые я отвечаю, между прочим, каждый день. заблокирую её. Да, я не хочу сейчас такого блокировать, у меня отличное настроение. Вы не понимаете, я сегодня сама убралась. О, Бонни. Это точно конец свету, да? Слава Сраско, да. Это маэстро, она очень, она очень, очень педантично. В отличие от меня. Что это? Польт упал и батарейки. Пошли, Польт. Я так понимаю, что налюхожу заново. Что, я её должна собрать? Да, именно. Как бы, подтвердите, да? Привет, привет, привет. Ну, чё, как-то, что-то... Потому что не села. Вообще, когда создавала телевизор-канал, потому что очень раньше много было... Ну, видите, на этой странице... Почему на ту страницу не так много лет? Потому что не верили мне, не верили мне, что я не буду этот аккаунт вести. А теперь спрашивают, где я. А я вот ушла. Красиво. Мой папа по национальности на половине Татарии, на половину грек. Мой папа чёрный человек. Чёрный человек на кровать мою садится. Чёрный человек спать мне не даёт. О, ну, вот эту мразь заблокировала. Попишут про сестру сразу. Ну, да, он ощущает как-то... Конечно, я бы ещё отпиздила. За сестру, да, за маму, за папу, за семью вообще-вообще-вообще-вообще-вообще-чего. Я же такая была, не драчуни, наоборот, я защищала. На один раз девочка плохо сказала про мою семью и плохо ей было. Привет, привет. Вы татарка, но, получается, во мне течёт. Татарская кровь, раз моя бабушка татарка. Я только проснулась пяти дня, сплю. Женщина, мои дорогие женщины, я вам скажу так. Я рада, что на карантине многие девушки просто выспатся. Правда. Спите, спите больше. Блин, мне кажется, после карантина многие выйдут и будут выглядеть шикарно. Даже если кто-то поправится, поверьте, ваша кожа вам скажет спасибо, потому что вы стали высыпаться. Многие работают, после работы приходят, сидят в интернете либо готовят. Готовят, ну, короче, устают сильно, спят мало, а сон для нас это самое главное для женщин и для нервной системы и, в принципе, для здоровья, да, и для красоты, для молодости. Поэтому вы спайте обязательно. Минутка такая серьезности была, но у меня не похожая, да? Дискотеки в школах, конечно, помню. Дискотеки в школах, как я ждала эти дискотеки, вы не представляете. Да еще какая-то пришла шкурка ко мне, ты посмотри на нее. Она уже не выйдет, потому что она не выйдет в скрыт прямые эфиры. Насколько лет Слава старше? Кто вам сказал, что старше? Может, она младшенькая? Какой там карантин? Лиза как-то редко в эфир выходить, да? Уже не так часто, как раньше. Как такое можно писать? У нас четверо. Где вы работаете? Расскажите мне сразу. В карантине. Мне жалко, что, да, конечно, вы не лежите. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, Арту. Ну что, кто-то еще будет говорить, да? Все равно надо с ним. Да, конечно, Марта, водки со Славой, мама наша. Люк, ключ. Близняшки, вы со Славкой. Да, да. Мне на работу переться завтра надо. Где вы работаете, пожалуйста, расскажите. Хотите, я позвоню в полицию, пожалуйста, чтобы работать, а вы не должны работать. Ну, только если, конечно, мы не госслужащие. Да, госструктура. Бампи, я не знаю, Таня, вообще без понятия. Магазин. Где купила? Кофты от супердизайнера, от бренд Славочка, моя сестра. Славец, 21, как и у меня. Мы не стареем остановились на том возрасте. Полное имя у Славы Станислава. Я фармацевт. Ну, извините. Слушайте, люди должны подходить на 2 метра. Вот вы должны дистанцию держать. Положили лекарства, отошли, пускай забирают. А, ну, конечно, по мостам выдали маски. А вам выдали маски, перчатки, потому что многие говорят, что нет. Врача, они просто в ночь работают, теперь в фармаферен, везурят, по 70 рублей в час доплатывают. Многие увольняются. Ну, прям, многие увольняются из этого 70 рублей в час. Во-первых, они в такой зоне риска. Спасибо. Звук стал хуже. Не знаю. Включить машинку как бы не нравилось это вот так лучше. Перезайди, говорят, что-то со звуком стало. Да. У меня все тоже с знакомыми работают. Любимка. Изменился звук сейчас? Да. Я перезайду, скажите. Мы тоже заказали маски. Есть звук, пишут. Вы родные сестры? О, боже, прикиньте вот с кем ногтями ходить, не накрашенными. Твои геноком накрашены. Какие, как в Славке? Я зато собралась двор мыть, чтобы какая-то грязь там под пальцами не была видна. То я сказала, вы перчатку надо будет двор случай. Ну ладно, перчатка, да. Завтра буду мыть двор, а что? И сегодня букашку уберем. Кажется, ангелия сознания потеряет кашу. И сама сознание потеряет, ну что же делать? Ну что, делаем как в Славке? Хочешь, светлую сделала? Блин, бедняжечки, малышечки, посмотрите, как он кал. Звук отстает, пишут. Блин, сейчас перезайду. Ну что, ты тоже такой, да? Пару дней. Ну просто я думаю, если я сниму сейчас, посмотришь, какие-нибудь ногти некрасивые. Как я буду с вами там делать масочки, на короткие ноги красивые ноги. Вы знаете, когда на карантине, например, будете сидеть дома вы месяц, и я буду сидеть месяц, получается, мы не заболели, ни вы, ни я. Мы можем друг с вами в гости ходить, потому что ни вы, ни я не заболели. Вот. Я? Ну так, в нашем доме есть человек, который приходит, и он, к сожалению, работает. Смысл, я говорю, если есть люди, которые работают, их семья сидит дома, но они приходят, они контактируют с другими людьми. Это возможно, если все сидят дома, если бы всем сказали, действительно, все вы не работали, то да, одно дело. Да, да, да. Кроме славы, ногти снимай. Кто он сказал? Почему вы думаете? Может, у меня жених есть, который приезжает ко мне, ем, покатываю свои ногти? Посмотри на мои ногти. Сегодня у меня ногти красивые. У меня эти толстые пальцы встали без ногтей. Обрубки, жирненькие, посмотрите. У меня такие красивые пальцы были. Такие удли... Это потому, что они пожирели, да? Ой-ой-ой, Слава! Они уродцы! Я тоже так это говорила. Они уродцы! Ничего нового. Отдай уродцев накрасить. У нее 100 человек, ногти делали, а она сидит, к ней все ходят. Правда? Кому кофе? Кофе. Но я вам говорю, к нам тоже домой ходят. С чего они в зарплате не работают? Только нужно не работать. Твой муж. Мой муж. Не смысл сидеть дома, что если... О! Он уже в больнице. Он уже в больнице. У него как выходит на работу, у нас нет, все равно выбора. Ты спал, что ли? Как статистически, посмотрите, какие у него стройки. Мне казалось, что я просил ее пальцы. А если мы черным сделаем... Нет, на три месяца они отрастут. Я с ним... Потом снять из молока, или просто, может, с суток? Молочный. Давай. А что с этим отрубленным делать? А что с ним делать? Ну, не до наращивать? Нет, конечно. Дороговое какое до наращивать? Я дома сидя живу. Ты что? Мне кажется, что пальцы сосиски в натуре таки уродливые. В общем, тут поумничать надо. Говорю еще раз, объясняю, что круто, когда, конечно, на карантине все сидят, но есть люди, которые работают и приходят домой. Это уже... Работу они просто не так хотят. Да, потому что... Все посадили. Что нужно прямо сказать жениху, чтобы звонил, а это будет выглядеть так, будто напросились. Вы сто раз это написали, еще почему-то вы смеетесь. Если вы так считаете, то это ваше мнение. Вы можете сидеть и всю жизнь ждать, чтобы вам позвонил ваш жених. Еще спрашивают о ветхом дробейках. Да, 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 да. Потом смеяться. Ну, как бы это очень странно. Я считаю, если ты хочешь звонить, ты звонишь. Вот я, например, моя сестра говорит, что мне со стороны кажется, что я очень теплая и наоборот прям такая. Ну, а моя сестра смотрит на меня со стороны и она мне всегда говорит, ты себя видел? Холодная женщина. Я никогда не звоню, не пишу. Она говорит, я вообще бы думала, что тебе не нравится, например, человек. А мне кажется, что я супермилая. Я прислушиваюсь к своей сестре, например. Не всегда, конечно, и зря. Вот. Поэтому я думаю, что... Ну, какой бактерий. Ну, для меня проявление внимания это очень... Тяжело. Короткие ноготки будут... Да. Ты где? Я? Посмотрите, где я. В раю. В раю. В раю. В раю. В раю. В раю. Солдатский.